В следующем выступает Анна Крангаус, генеральный директор и сооснователь издания «Антруюсадин». Я, собственно, представитель того издания, которое очень заинтересовано науке. Я буду тем человеком, который выступает перед вами без презентации, без микрофона. Я хочу рассказать про издание «Н плюс один», которое мы делаем, и про то, что мне интересно в науке как издателю, и что нам кажется интересным нашим читателям. «Н плюс один» видел кто-нибудь? Кто не видел, заходите, посмотрите. Это издание, которое существует полтора года. Аудитории его порядка трех миллионов читателей. Около миллиона человек читают сайт, и еще больше двух миллионов читают наши новости и тексты через почтовые рассылки, мессенджеры, социальные сети и так далее. Я хочу рассказать про то, какие тексты были самыми популярными за последний месяц-полтора на «Н плюс один». Это тексты, которые собрали более 50 тысяч просмотров, некоторые больше 150. Самый главный по популярности — это огромный текст про кольскую скважину. Следующий — новость про то, что биологи расшифровали очередную тайну женского оргазма. Третий по популярности — текст про особенности переводов бестселлеров вообще и «Гарри Боттера» в частности. Новость про то, что о работоспособности невозможного двигателя выйдет публикация в рецензированном журнале. Длинный текст про то, кто, как и зачем обрабатывает снимки из космоса. И новость о том, что употребление животного белка связали с ранней смертью. Все эти новости собрали больше 50 тысяч просмотров, и их невозможно объединить какой бы то ни было темой. Единственная возможность, что их объединяет, это то, что они по нашей внутренней градации сложности не дотягивают до 5 по 10-бальной шкале. У нас есть такая внутренняя градация, когда редактор выставляет оценку тексту по 10-бальной шкале в зависимости от того, сколько, как ему кажется, силы интеллектуальных усилий он затратил на текст, и сколько пропорционально придется затратить читателю. Так вот, эти несложные тексты на абсолютно разные темы люди читали в среднем от 3 до 5 минут. Если взять другой набор текстов повышенной сложности, тексты, большие материалы и новости со сложностью 6, 7, 8 по 10-бальной шкале, то их будет, скорее всего, читать меньшее количество человек, от 2 до 10 тысяч, может быть. Но время, которое люди затратят на прочтение этой новости, будет примерно тоже в диапазоне от 3 до 5 минут. Что это значит для нас? Это значит, что если вы разбираетесь в химии, и если вас интересует, например, синтез неорганического бензола, вы не являетесь для нас специально вдумчивым или специально заинтересованным читателем. Вы являетесь, скорее всего, редким читателем и представителем какой-то узкой группы наших читателей. И популярность N плюс 1 строится не на том, чтобы делать популярные тексты, простые тексты, упрощать науку, а на том, чтобы общаться с максимальным количеством редких читателей и максимальным количеством узких групп. Темы, на которые мы пишем, это примерно все области научного знания. Биология, химия, физика, астрофизика, математика, психология, филология, история, археология и так далее, и так далее, и так далее. И там смежные с ними технологические темы. Какие еще мы видим узкие специфические группы интересов? Ну, например, женщины в среднем больше, чем остальные группы наших читателей, интересуются медициной. Или мужчины в возрасте 45 и старше больше интересуются оружием, чем все остальные. Или, например, люди за 55 совершенно не интересуются текстами повышенных рисков ранней смертности. Тема секса, которую мне подсказывает Илья, тоже влияет на чтение. Вот если все тексты, вне зависимости от сложности, люди читают в среднем от 3 до 5 минут, то единственная категория текстов, которые читают гораздо быстрее, а точнее, даже меньше минуты, это тексты с заголовком, в котором встречается секс. Может быть, нет, может быть, у нас нерелевантные фотографии или неправильные тонации. Есть привязан с процессором. Возможно. Также на скорости чтения, на скорости, которую человек тратит на текст, влияет возраст. Например, люди в возрасте от 18 до 25 лет читают тексты в среднем на треть быстрее, чем люди в возрасте от 25 до 35. Не знаю почему. Что еще мы знаем про наших пользователей? Нам кажется, что тексты N плюс 1 люди читают с двумя основными целями. Первое — это чтобы узнать что-то новое, почувствовать себя умнее, может быть, и стать умнее. А второе — это чтобы найти какую-то тему для разговора со своим окружением, с друзьями, коллегами, с семьей, в паре. При этом примерно две пятых нашей аудитории никогда не читают дальше заголовка «Элита». Это в целом коррелирует с опубликованными, например, в этом году американским исследованием, про то, что 41% людей не читают текст вообще перед тем, как его перепостить или опубликовать на него ссылку. Тем не менее, нам хочется общаться со всей своей аудиторией, с тем, которая читает тексты целиком, и с той ее частью, которая читает не дальше заголовка и вступление. Поэтому мы пробуем разные формы, что называется, упаковки контента. Одну и ту же тему можно завернуть в шутку, в несмешную шутку, в короткое видео, в гифку, в тест, в новость, в большой текст. И так или иначе найти язык с каждой узкой группой, с каждым человеком, я надеюсь. К чему это приводит? Это привело, например, нас, редакцию «Н плюс один», к тому, что количество упаковщиков контента у нас сопоставимо с количеством штатных его производителей. То есть у нас в штате людей, пишущих научные тексты, столько же, сколько людей, которые пытаются придумать, как это правильно донести. Вот, собственно, все интересное, что я хотела рассказать. Спасибо. Спасибо.